Начало мая Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города, тем, кто остался, раздают награды, и кажется, что было так всегда. Война еще исчезнуть не готова, в те годы миллионы личных драм. И потому давайте вспомним снова всех тех, кто подарил победу нам. Я хочу рассказать прежде всего о своем отце, Каракетово Исе Хурбаевиче, который принимал участие в боевых действиях за перевалы главного Кавказского хребта. И пару слов хотела бы сказать о его брате Исмаиле Хурбаевиче Каракетово, который также воевал на перевалах Кавказа. Война застала моего отца в должности начальника Хабецкого РУВД. И когда немцы подошли к территории Карачаево-Черкесии, это где-то, наверное, было начало августа, 10 августа 1942 года, из работников органов внутренних дел был сформирован 3-й горно-стрелковый отряд для борьбы в бурных условиях. Командовал этим отрядом майор Картунов, а комиссаром был Малютин. Но прежде всего, хотела бы сказать, что они воевали на Марокском перевале и непосредственно на горе Эльбрус. Уже в первые дни нападения фашистской Германии на Советский Союз немецкое командование стало планировать наступление на Кавказском направлении. В директиве Верховного командования Вермахта от 5 апреля 1942 года отмечалось, что в первую очередь все имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены на проведении главной операции на южном участке, чтобы захватить нефтяносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет. Намечалось овладеть Северным Кавказом, затем обойти главный Кавказский хребет, одной группировкой войск захватить Туапсе и Новороссийск, а другой с востока овладеть Грозным и Баку. Группа фашистских армий А насчитывала 170 тысяч человек, 1130 танков, свыше 4,5 тысяч орудий и минометов до 1 тысячи самолетов. Силы были неравными. Достаточно привести один факт. Северокавказский фронт к тому времени располагал всего 74 исправными танками. 25 июля 1942 года противник перешел в наступление. Отец рассказывал о том, что когда немецкие войска наступали, когда они уходили в горы, они как бы уходили в числе последних. И вот там, где сейчас музей памятник защитникам перевала в Кавказе, в эту наступающую колонну, в общем-то, вот эти отходящие наши части, как бы и отец, и некоторые, там сделали несколько выстрелов. И он говорил о том, что я, говорит, вот эта головная колонна, которая шла, я, говорит, попал в какого-то офицера. И уже через много лет мой племянник говорил, что был снят фильм вот этими офицерами дивизии «Дельвейс», и заместитель командира этой дивизии говорил, что мы ехали отсюда. И вот отсюда показывал то место, откуда они стреляли, в меня выстрелили и меня ранили. То есть, на самом деле, и отец сам не знал, попал, он просто говорил о том, что я в кого-то попал. Это фрагмент фильма, о котором идет речь. И немецкий офицер, который действительно был ранен партизаном-снайпером, стрелявшим в головную машину, в которой передвигалось командование фашистской дивизии. Могу сказать, что вот о моем отце есть эпизод, который описан в книге Соренса «Непокоренный край». Это прежде всего то, что в одном из сражений, так как у партизан не было практически никакого снаряжения, они были не подготовлены к ведению военных действий в условиях гор и были брошены против хорошо оснащенных, подготовленных егерей горной дивизии 49-й и Дельвейс, то, конечно, приходилось достаточно сложно. В одном из сражений, которое проходило на Марокском перевале, была ситуация, когда не было никакого снаряжения, не было никакого оружия, им пришлось вступить в рукопашный бой. И во время этого рукопашного боя он уничтожил пять фашистских захватчиков. Во всяком случае, в книге Соренса «Непокоренный край» говорится о том, что Каракетов Айсахурбайч проявил пример личного героизма и уничтожил пять немецких захватчиков. Захват перевалов гитлеровское командование поручило своему 49-му горно-стрелковому корпусу в составе двух горно-стрелковых дивизий и двух легкопехотных дивизий. 15 августа 1942 года части немецкой первой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» захватили Клухорский перевал. 18 августа вышли на южный склон горы Эльбрус. 7 сентября овладели Марухским перевалом. Но части Красной Армии и партизанские отряды в невероятно сложных условиях вели бои за Кавказские перевалы. Есть еще книга о истории Ставропольской краевой партийной организации, где тоже рассказывается об этом эпизоде. Но еще хотела бы сказать, конечно, что отец, для него это была, знаете, такая очень серьезная, трагическая тема. Он много рассказывал о том, как тяжело приходилось партизанам, горно-стрелковым отрядам, которые воевали на наиболее сложных участках. Во всяком случае, в книге «История краевой партийной организации» говорится о том, что 2-й и 3-й горно-стрелковые отряды занимали наиболее сложные позиции и им поручали наиболее ответственные задания. Но хотелось бы сказать, что они всегда с честью выдерживали подобные испытания. Немцы при этом были прекрасно оснащены, хотя у наших солдат не было ни оружия, ни снаряжения. И часто бывало так, что очень многие советские солдаты проваливались в расщелины горные. К сожалению, вот тут была неподготовленность именно, ну скажем так, то есть это как бы неподготовленность, которую проявило командование, не командование, а руководство Ставропольского комитета партии во главе с Сусловым. Потому что обмундирование, запасы обмундирования были в одном месте, снаряжение в другом, оружие в третьем. И поэтому это, естественно, как бы играло свою негативную роль. После войны в этих местах поисковые отряды и группы альпинистов находили останки советских солдат и партизан, которые вели бои с фашистскими горными стрелками. Ледники Кавказа стали братской могилой для многих советских воинов, погибших на горных склонах под кинжальным огнем фашистских пулеметчиков. Немцы были экипированы по самому высшему разряду. Во-первых, это были спортсмены. И даже оружие, которое у них было, у них было, он рассказывал мне, оно было таким образом спроектировано, чтобы стрелять вертикально вверх и вертикально вниз. Плюс ко всему прочему, у каждого в карманах, мы не будем этого скрывать, у них были всегда галеты, шоколад, они всегда, в общем-то, не нуждались ни в чем. И плюс ко всему прочему, у каждого солдата дивизии Древеев здесь был как бы цианистый калий. То есть для того, чтобы в случае чего провалились или еще что-то, чтобы не мучились. К сожалению, наши воины не имели ни снаряжения, ни соответствующей высокогорью экипировки. В течение нескольких месяцев они вели боевые действия на ледниках в зоне вечных снегов. Голодно и холодно было на Кавказских перевалах. Свою суровую дань брали горы. Опасность поджидала наших солдат и бойцов партизанских отрядов буквально на каждом шагу. Он мне рассказывал случай, когда несколько человек, где-то около 10-12, целая группа поднималась на Эльбрус, и они провалились. И долгое время один из его друзей, который провалился, держался на винтовке и просил, чтобы его вытащили. То есть они связали все веревки, которые у них были, но достать его так и не смогли. Они спустились вниз, началась порга, когда поднялись сверху, в общем-то, уже ничего не было видно. Отец очень всегда тяжело, как бы вот эту минуту, ну, в общем-то, со слезами на глазах рассказывал об этом. Потому что вот так они теряли своих друзей. Бои за перевалы Кавказа продолжались до наступления зимы с 1942 на 1943 год. Несмотря на то, что врагу удалось захватить некоторые из них, немецкие войска не смогли развить успех и проникнуть за Кавказией. Героические действия частей советских войск и партизан сыграли важную роль в обороне Кавказа. Одним из участников героической обороны Кавказа был Айса Курбаевич Харакетов. Можно сказать, такой интересный эпизод. Вот эта фотография висела у нас в доме. Очень часто приходили немцы, приходили в ауле, в ауле Кубина. Приходили немцы, приходили полицаи. И вот эта фотография, она висела. И когда пришел эсэсовский офицер, однажды зашел, значит, фотография, это, конечно, не оригинальная. Он снял, он показал эту фотографию и сказал «Рус-Ус-Эльбрус». Сорвал эту фотографию, загнул, и вот здесь хорошо видно, что она такая согнутая. Потому что отец здесь в мундире. И бабушка каким-то образом подошла и вырвала у него эту фотографию. Уже позднее эту фотографию и кое-какие документы я передала в музей. Ну, а вот эту перефотографированную копию они мне оставили на памяти вот об этом. А фотография сама в музее находится. Так теперь выглядит фотография Айсы Курбаевича, которую удалось вырвать из рук фашистов. Его представили к ордену Красной Звезды. Но в итоге наградили только медалью за отвагу. Уже позднее на сайте Эльбрусоид я совершенно случайно уже в наше время, где-то год, наверное, или два назад обнаружила, что он наряду с другими был представлен к этому ордену. Большое спасибо, кстати, Эльбрусоиду, что он проводит такую работу. И вот так совершенно случайно узнаешь о каких-то событиях. Его брат Исмаил Хрубаевич тоже принимал участие в боях. Он был начальником иконхалкского РОВД тоже. И вот хочу сказать буквально, он воевал во втором горно-стрелковом отряде. Так же, как и отец. Хотела бы сказать о его судьбе. Потому что судьба у него очень интересная. Потом, когда их выслали в Киргизию, они находились там 15 лет, он работал начальником Кировского райисполкома. И судьба сложилась таким образом, что она столкнула его с патриархом, с будущим патриархом русской, вернее, советской литературы Чингизом Айтматовым. Потому что, когда он обратился, в общем-то, приехал в одно горное село, никто не умел писать, никто не умел читать. Он спросил, ну хоть кто-то есть. Есть, говорит, один мальчик, 14 лет, который умеет писать, но ты сын врага народа. И когда он его призывал, он говорит, писать умеешь, читать умеешь, да. Будешь работать, буду. Но аккаунт так попросил. Наша семья голодает, потому что мы здесь чужаки. А кто твой отец? Мой отец, по-моему, первый секретарь Фонтонского обкома партии Айтматов, который был расстрелян. Он дал ему муку, приказал выделить. И тут мальчик стал работать секретарем в этом сельсовете. Через какое-то время он пришел к нему, ему было где-то 15-16 лет, стал просить направление на учебу. И тот сказал, ну как я могу тебя послать? Ты пойми меня, я враг народа, ты враг народа, что нам делать? Ну, тот не оставлял, в общем-то, своих каких-то вот этих устремлений. В итоге ситуация сложилась так, что он ему дал направление в зоотеринарной технику. И мальчик этот оказался Ачингином Айтматовым. И я хочу сказать, что, в общем-то, они постоянно общались, переписывались, когда дядя Умин прислал телеграмму с соболезнованиями. Фотографии послевоенной поры. Ветераны войны собирались на свои традиционные встречи, вспоминали боевые эпизоды и погибших в боях товарищей. Многих из них теперь нет среди живущих. Но жива память об их самоотверженности. Они были в числе славных ставропольских партизан. На Ставрополье в годы войны действовало 40 партизанских отрядов, которые вывели из строя 17 тысяч оккупантов, подорвали 14 вражеских эшелонов, около 40 танков, свыше 500 автомашин, 57 мостов. Факты – упрямая вещь. Ну, хотела бы еще просто, что еще могу рассказать. Обстоятельства его жизни складывались таким образом. Конечно, как и все представители карачаевского народа, он оказался в Киргизии, 15 лет жизни были вычеркнуты практически. Но потом он вернулся, я хотела бы показать, какие документы потом его пригласили, как одного из работников, скажем, в партийных органах работал, принимать прибывающее карачаевское население. Он занимался этим достаточно долго. Оставшиеся долгие годы, около 18 лет, он работал начальником дорожно-строительного управления номер 2. Большая часть дорог в Карачаево-Черкесе построена была при его непосредственном участии. Одна из самых дорогих реликвий в семье Каракетовых – отцовский значок, означающий его принадлежность к партизанскому горно-стрелковому отряду, который боролся в горах Кавказа против фашистских оккупантов. Отец принимал потом участие и в захоронениях, скажем, солдат, которые находили на перевале главного Кавказского хребта. Для него это была всегда очень больная тема. Он рассказывал о своих друзьях, которые погибли в горах. И всегда праздник 9 мая для него, наверное, был самым, будем говорить так, главным праздником в жизни. Эту красочную композицию оформили сотрудники Карачаева-Черкесской республиканской детской библиотеки. Люди разной боевой судьбы, пехотинцы, летчики, артиллеристы, партизаны – они были объединены единой целью – приблизить победу. На библиотечных стеллажах много замечательных книг, в которых отражена мечта поколения военных лет о победе, о возможности жить в мирное время. Столько силы и горячего чувства в этих строчках. Счастье грозное твое, изведав, зная тернии твоих путей, я клянусь тебе, клянусь победа за себя и всех своих друзей. Я клянусь, что в жизни нашей новой мы не позабудем ничего, ни народной драгоценной крови, пролитой за это торжество, ни твоих бессмертных ратных будем, ни суровых праздников твоих, ни твоих приказов не забудем, но во всем достойны будем ты. Мой папа, Бекета Федор Александрович, 1901 года рождения, прошел как его миллионные сверстники тяжелыми дорогами гражданской, финской, Великой Отечественной войны. В 19 лет папа попал на фронт и служил в Красной Армии, за что, естественно, поплатилась его семья. Белогвардейцы уничтожили всю семью, отца и мать, два брата и две сестры. Он участвовал в тяжелейших боях за Крым, пулеметчиком был, под командованием Блюхера. И вот за выполнение особо важного задания, они отбили высотку, он был тяжело ранен, контужен, и в то же время получил награды и награжден был именными часами. Когда началась Великая Отечественная война, его по состоянию здоровья, по возрасту на фронт не взяли. Но учитывая его особые способности и большой опыт политработы, он попал в школу по подготовке младшего состава политработников. Это находилась эта школа в одном из там отдаленном селений под городом Пенза. Ну вот, потом уже по прошествию периода подготовки этих молодых кадров, он с ними ушел на фронт. Ну, в общем-то, с боями прошли они, сражались за освобождение Украины, участвовал он в освобождении Венгрии, Румынии и закончил свою службу. Войну закончил в звании капитана в должности заместителя военного коменданта по политической части города Батонии, Венгрия. Федор Бикетов, опытный боевой офицер и политработник, вернулся домой с тяжелыми контузиями. Своё комиссарское призвание во время боевых действий он видел в том, чтобы находиться на самых опасных и сложных участках боя, там, где мог своим примером и опытом помочь молодым бойцам. Потому и ранения были, и контузии, а еще отличала его свойственная лучшим людям этого поколения непоколебимая вера в силу советской армии, нерушимость страны, вера в великую победу. Не ожесточила война фронтовиков. Они вернулись домой и очень ценили саму возможность жить, заботиться о близких и трудиться. Я вот помню своё послевоенное детство и не было в нём, я не помню вот голода, я не помню холода. Нас согревали родители своими сердцами, своей особой заботой. И это поколение, они, конечно, пережили страшные дни, не любили они об этом вспоминать. Но доброту отца я помню. И, может быть, мне вот сейчас вспомнилось. У нас было три сестры, но, слава Богу, и сейчас они все живы. И он так называл сердце, душица и радость. Я была младшая, я была радостью. Внук Людмилы Фёдоровны занимается в отряде поиск в школе военно-патриотического воспитания. Под руководством Зои Давлетовны Псху школьники нашей республики работали в военном архиве в Подольске. Костя нашёл там материалы о боевом пути ещё одного своего прадеда. Узнали ещё об одном нашим родственникам, его прадеде Бахметьеве Михаил Васильевича. Это очень гвардии майор, интересная личность. Это заслуженный человек, он имеет награды, медаль за боевые заслуги, медаль за оборону Сталинграда, орден Красной Звезды и два ордена, орден Отечественной войны первой степени и второй. Ну вот наши внуки уже не видели, не знают своих прадедов. Ну, в общем-то, мы собираем все материалы, которые были, храним то, что у нас есть, ну и стараемся как можно ближе наших детей познакомить. Такое прикосновение к истории оставляет память на всю жизнь. Костя решил после окончания школы поступать в военное училище. Родители и его бабушка, Людмила Тылик, одобряют такое решение молодого человека. Для нас День Победы, 9 мая, это священный день. И вот я настолько у нас особенно это всегда участие в митингах, возложение цветов, это чествование. Сейчас вот мы могилы своих ветеранов привели в порядок. И когда собирается семья, уже к вечеру для нас особенно всегда торжественно и волнительно минута молчания. И вы знаете, вот мы как-то специально, мы не учили детей этому, но они вот объявляли минуту молчания, они вставали и всю эту минуту стоя отдавали дань памяти. Это у нас вот закон семейный. Я не стесняюсь сказать, что это великий подвиг, это великий подвиг нашего народа, великий подвиг и наших родных, которые прошли тяжелейшими путями войны. И нам есть чем гордиться, я повторяю, это наша священная память, это наша священная победа. Таким красивым был военный комиссар Федор Александрович Бекетов. В каждой семье есть свои герои и живы рассказы о том, какие замечательные это были люди. Они никогда не сомневались в победе, ждали ее, приближая каждым шагом, каждой атакой, каждой жертвой. И она пришла. Это был день, когда счастливым становился каждый человек. Помните, как об этом написала поэтесса Ольга Бергольц? Запомни все, пускай навеки память до мелочи, до капли сохранит все, чем ты жил, что говорил с друзьями, все, что видал, что думал в эти дни. Запомни даже небо и погоду, все впитывай в себя, всему внемли, ведь мы живем весной такого года, который назовут весной земли. Запомнишь все и в будничных тревогах на всем чистейший облик отмечай. Стоит победа на твоем пороге. Сейчас она войдет к тебе. Встречай. 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 Встречай.